Экологические комиссии следят за всеми зелеными насаждениями в городе. Однако хвойным уделяется особое внимание. По большей части потому, что эти деревья растут долго и способны жить несколько столетий. Чтобы такой саженец превратился во взрослую ель, необходимо не меньше 50 лет. Поэтому за порчу и незаконную рубку таких деревьев предусмотрены специальные штрафы. За незаконную порубку любых зеленых насаждений составляются административные протоколы по статье 8.25 Кодекса об административных правонарушениях Приднестровской Молдавской Республики, что влечет такие штрафные санкции, как предупреждение, либо штраф до 10 РУМ-ИЗП. Помимо расчета окружающей природной среды, за незаконную порубку этот расчет умножается и выплачивается в десятикратном размере. То есть суммы очень и очень значительные. В среднем за сруб одного хвойного дерева штраф может составить больше 10 тысяч рублей. С приближением новогодних праздников такие нарушения происходят все чаще. Как правило, целое дерево не спиливают, ограничиваются пушистой веткой или же верхушкой. Но даже, казалось бы, небольшое повреждение хвойному насаждению наносит серьезный урон. Прекращается центральный рост, допустим, макушки. Веточка еще как-то не так, оно заметно, но все равно не стоит нарушать общую форму крона. А макушка вообще несет большой урон, потому что оно по-другому уже начинает формироваться и уже не имеет эстетического такого вида. Поэтому, естественно, не стоит ничего этого делать. Не стоит людям приходить, так сказать, для праздника себе хвойную веточку вырезать. Поэтому просим никого ничего этого не сделать. Повреждений на деревьях проверка не обнаружила. Все хвойные в парках и на улицах города в удовлетворительном состоянии, говорят специалисты. Однако ухаживать за такими деревьями нужно регулярно. Мы их на осень обкапываем. Перед зимой обязательно поливаем хвойные. У нас любят полив, особенно под зиму, чтобы ранней весной почва была влажной и продолжался рост хвойных деревьев. Как мы видим, даже незначительное повреждение может нанести дереву серьезный урон. Стоит ли идти на такой шаг? Ведь ваш дом «Новогодняя ель» будет украшать всего две недели, а город – несколько веков. Алина Грабаровская, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.